Дед Мороз сыграл злую шутку с Путиным. Ударил в самый неподходящий для диктатора период. В разгар его предвыборной кампании оставил без тепла, света и горячей воды сотни тысяч россиян. В морозном плену оказались люди от Ленинградской области до Владивостока. Злые языки говорят, что это силы небесные отомстили Путину и его рати за попытки заморозить украинцев и европейцев в прошлом и позапрошлом году. И теперь морозное проклятие бумерангом вернулось в Россию. Почему в лютые морозы замерзают целые жилые кварталы? Кто виноват в случившемся? И при чем здесь война против Украины? С январским похолоданием по всей России начали происходить аварии на коммунальных объектах, за которыми последовали массовые отключения горячей воды, тепла и электричества. Сообщения об отключениях поступали с Саратовой Тулы, Владимира и Пензы, Ярославской, Ленинградской областей, Рязани и Воронежа, Приморского края и даже Подмосковья. На отключение отопления и света жаловались даже жители элитных комплексов на Рублевке. Причем фонари горят, удивительно, а в домах нет ни отопления, ни воды, ни света. Наиболее тяжелая ситуация была рядом с подмосковным Подольском. В Подмосковье отключения произошли из-за аварии в котле на Климовском патронном заводе. По словам местных жителей, температура в квартирах опускалась до 5 градусов. Свет подавали с перебоями. В итоге жители вышли на главную площадь с требованием вернуть тепло в их дома. Мы просто замерзаем от холода. Обращаемся к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Мы мерзнем, не то слово, мы замерзаем. Замерзаем! 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 После нескольких дней молчания власти Подольской и Московской области заверили, что на ликвидацию аварии и ее последствий брошены все силы. Но вернуть тепло в дома быстро не удастся. Мы греемся газовыми плитами, обогревателями, теплым полом и всеми подручными средствами. У нас есть подземная, которая постоянно сбоит в работе. Кто работает, кто не работает. Какие-то отписки, недовольных жителей, недовольные комментарии. Сейчас их блокируют. В квартирах по 13-14 градусов. У нас дети, береги, помогите, пожалуйста. Причиной аварии власти сначала назвали резко возросшее потребление тепла. Однако в итоге Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Даже арестовали замглавы города и начальника котельной. После этого Путин поручил национализировать патроны завод, на котельны которого случилась авария. Но от этого людям в домах не стало теплее, например, в Климовске. Без тепла оставались 90 многоквартирных домов, в которых живут более 7 тысяч человек. После череды аварий на электро- и теплосетях Путин заявил, что российские власти в 2023 году осуществили масштабные инвестиции в инфраструктуру ЖКХ. Из разных источников было направлено 337 миллиардов рублей. Нужно ли там что-то дополнительно настроить? Ну, посмотрим. Но в целом все прописано. Первая – это политика, которую проводила Россия, когда на грязные работы, извините, если я так говорю, направлялись мигранты. То есть было замещение в экономике. Там же все в Москве и в Петербурге, значит, юристы-экономисты. А реальную работу с электричеством, с водой, с теплотехникой, грязные работы в земле, трубы менять – это все делали мигранты. Дворы подметали, мусор убирали и так далее. Это первый момент. Это была целенаправленная политика, замещение такая. Теперь, когда началась война, этих мигрантов для них нашли более подходящую работу. Теперь их отправляют, вот этих всех специалистов, сектора жилищно-коммунальных услуг, отправляют на войну. Первое – это они пришли к тому, что появилась проблема. Нет специалистов, которые будут делать эту грязную работу. Реально. Даже если есть деньги. Но с цифрами в Кремле всегда не разбериха. По данным российского Минфина, только с федерального бюджета на систему ЖКХ в 2023 году было направлено в два с половиной раза больше, чем озвучил Путин. Там назвали цифру 856 миллиардов рублей. В нынешнем году правительство запланировало выделить еще больше денег. У нас нет основания полагать, что мы здесь будем что-то сокращать. Ну, все критикуют Минфин, я иногда тоже, но в данном случае упреки в адрес Минфина несправедливы, потому что Минфин все эти долгосрочные и достаточно объемные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал. Эксперты говорят, все заверения Путина не более чем оправдания. На самом деле российские власти планируют радикальное сокращение расходов на жилищно-коммунальную инфраструктуру. То есть и нынешнее отключение отопления, горячей воды и света – это только начало больших инфраструктурных бед. В России на уровне декларации говорится о том, что мы же столько делаем, мы же столько вкладываем. Но если разобираться в этих словах, если сделать хороший термин «факт-чекинг», то есть проверку того, насколько все это сказано, оно действительно воплощено в жизнь, то может оказаться так, что из всех этих бравурных заявлений правдой может оказаться небольшая часть. Вы знаете, вот здесь хорошая шутка, что это в каждой шутке доля правды, либо в каждой шутке доля только шутки. И вот мне кажется, что вот это смещение от того, что в всех заявлениях российских властей все больше и больше вот эта доля шутки, и соответственно уменьшается доля правды, это все больше становится реальностью. В ближайшие три года финансирование сферы ЖКХ из федеральной казны будет урезано. Это следует из пояснительной записки к закону о бюджете, который в конце ноября подписал Путин. Да, в текущем году траты на ЖКХ номинально увеличатся на 24 миллиарда рублей, но в реальном выражении, с учетом инфляции, которую Росстат оценивает в 7,5%, они фактически станут меньше почти на 5%. Со следующего года начнется резкое сокращение расходов на ЖКХ, они будут урезаны на 43%, а в 2026 году еще на 25%. Таким образом, за три года бюджет ЖКХ, финансируемый федеральной казной, сожмется более чем в два раза. Я не могу сказать, что там ничего не направлялось на вот эти инфраструктурные проекты, на обеспечение теплосетей и прочих, но выделялись далеко не все суммы. И то, что декларировалось, из этого доходила, ну, скажем так, может значительная, а может незначительная часть, но не все деньги точно. Поэтому предыдущие периоды было воровство, которое не позволяло полностью заниматься всем. Нынешний период с началом, как в России говорят, специальной военной операции, тут еще один важный, скажем так, конкурент получился. Это именно деньги на войну. Соответственно, еще меньше стала доля платежей на обустройство инфраструктуры. То есть, знаете, тут опять-таки, как в советском анекдоте, если папа стал получать меньше, то это не означает, что он пить будет меньше, это означает, что дети будут получать меньше денег, так как есть расходы, на которые вряд ли уменьшатся. По состоянию на середину 2022 года, износ сетей коммунальной инфраструктуры в России, включая тепло и водоснабжение, а также канализацию, превысил 70%. Об этом ранее жаловался председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По его словам, в некоторых регионах до сих пор встречаются образцы водоносных асбестовых труб, которым по 90 и более лет. Сокращение расходов на ЖКХ сулит России новые техногенные катастрофы. Более того, многие говорили еще в начале 2000-х годов о том, что вообще-то инфраструктура, построенная еще в советские времена, она не вечно, и если ее не менять, то это приведет к печальным последствиям. Но тогда этим не занимались, сейчас решили думать о войне, а уж никак о внутреннем благоустройстве, и поэтому мы сейчас видим те картинки, которые мы видим, когда некоторые видео с российских домов напоминают, не знаю, сказку о «Снежной королеве». Примерно те же узоры, те же сосульки подъезда. Вот это то, к чему приводит, опять-таки, вот эта игра, когда вы все перебрасываете на военку и не заботитесь о других сферах своей экономики. Плачевную ситуацию с системой жизнеобеспечения городов подтверждает и Общественный совет при Минстрое России. Там отметили, что из-за высокого износа коммунальной инфраструктуры она не отвечает потребностям населения. Ежемесячно происходит до 7 тысяч аварий. Для более качественной работы сетей надо инвестировать миллиарды в их модернизацию. Все у русских, как они делают, все, извините, из соплей и палок. Ну, технически машину «Ладу» сравните, если говорить грубо, и «Мерседес». Вот как ездит «Мерседес» и как ездит «Лада». Или «УАЗ-Патриот», у которого ручки там отваливаются, когда министр обороны показывает там руководство. Хотят открыть дверь, а там ручки отваливаются. Вот приблизительно такое же качество и в жилищно-коммунальном секторе. Российские власти пытались всячески скрывать масштабы нынешнего бедствия. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев узнал о замерзающих городах вокруг столицы соцсетей. Комментируя аварии, род Путина Песков признал, что обновить все трубы, всю систему ЖКХ невозможно. Чуть не произнес классическое «денег нет, но вы держитесь». Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого его начала. Вы знаете, что во всех местах, где были аварийные ситуации, все экстренные службы, все службы ЖКХ, муниципальные службы, районные, региональные, работали в круглосуточном режиме. Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть все равно остается достаточно в ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но ни за 10, ни за 15 лет обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно. Только за первую декаду января в результате крупных коммунальных аварий до тысячи домов по всей России остались без тепла. Без отопления остаются даже больницы и тюрьмы. Порывы на теплосетях и аварии на котельных происходят в разных городах. Вот так, ***, весь двор уже затопил ***, в подъезд не зайти никак, приплыли. Эксперты говорят, главной проблемой нынешних бед в жилищно-коммунальном хозяйстве является коррупция. Деньги, которые выделялись в отрасли жизнеобеспечения городов, в основном разворовывались. На ЖКХ, на трубы, которые закопаны в земле, кто там обращает внимание, какие деньги были выделены и сколько было потрачено. Это всегда была статья доходов для вот этих вот ЖКХ, хозяйств коммунальных и так далее. То есть они снимали там свои сливки с этих денег бюджетных, которые шли на восстановление, на ремонт этих труб. По документам записывали, что котельню поремонтировали. На самом деле никто ничего не ремонтировал. И тут вдруг аномальные морозы. Ну, раньше выдерживало, когда мороз там до 10 был, до 15. А сейчас, когда ударил 20-30, естественно, все подключились к электричеству, все хотят горячей воды и сети, которые изношены, они не выдерживают. Сейчас к воровству добавился еще более страшный и разрушительный фактор – война против Украины. Кремль в первую очередь тратит деньги на убийство украинцев. Все остальное финансируется по остаточному принципу. Война забирает ресурсы, и сейчас в трехлетнем бюджете на жилищно-коммунальный сектор будет выделяться с каждым годом меньше денег. При том, что он обветшал, и при том, что нет специалистов, которые будут ремонтировать. Это будет коллапс. Ну, не сейчас, так в следующем году это точно будет коллапс, если война затянется, и все ресурсы уйдут на войну. Чтобы показать, как Путин заботится о собственных подданных, верные псы-диктатора пытаются в авральном порядке устранить возникшие аварии. Но это отнюдь не станет решением проблемы в сфере жизнеобеспечения городов. Левтовая шахта затоплена. Какие-то резервы есть для латания дыма. И это где-то как-то будет позволять решать проблемы. Но это не позволит полностью решить все проблемы. Поэтому мы о них будем слышать постоянно. Более того, ну, сейчас зимний период, но они их слышим в зимний период. Но это не означает, что когда зима закончится, то все проблемы тоже исчезнут, так как появятся, скорее всего, другие. В телеграм-каналах появился скрин сообщения о плановом отключении электроснабжения в Москве и области. Россиян просят отнестись с пониманием. Интервал отключения не будет превышать 12 часов в день. Что-то подобное уже пережили прошлой зимой украинцы. Правда, причиной тогда были российские ракеты, которыми обстреливали энергетическую инфраструктуру. В текущем году блэкаут ждет Москву. Все дома тюмные, даже в детском саду. Здесь нет света. А вот там, в том доме, есть. Вот такая, прикинь, смотри, везде. Вот там московка старая. Вон 12-ти этажки. Вот они все потухшие. Все дома потухшие. Смотрите, это все взаимосвязанная система. Вы подаете меньше тепла в батарее. Условно говоря, теплоцентраль не подает тепло в батареи в домах. Потому что на котельне там ни котел не поремонтировали, или другу порвало. Если вы подали меньше тепла в батарее, что делает человек? Обычный человек. Он покупает себе камин, какую-то теплодуйку, и начинает во все комнаты ставить эти камины. Рассчитаны ли сети на такую нагрузку? Камины тянут нормальное электричество. Если вы поставите хотя бы в 2-3 комнаты электрические камины, у вас или выбьет пробки, в лучшем случае, или начнет гореть проводка. Если будет замыкание, гореть проводка, вы можете отключить минимум, это дом свой. А максимум может район весь просто вырубить. Если 2-3 таких района выключатся, то вы просто можете вырубить всю систему, потому что она взаимосвязана вся. В первый год войны российские пропагандистские СМИ и телеграм-каналы были полны издевательских рассказов о том, как жители стран Евросоюза, лишившиеся российского газа, замерзнут. Как им придется обходиться без горячей воды и тепла. Сменщик Путина на президентском посту Дмитрия Медведева вовсе писал, что европейцам, чтобы согреться, придется рубить деревья в парках и жечь костры. Кремль надеялся, что энергетический кризис заставит ЕС ослабить поддержку Украины. Но попытка Москвы заморозить Украину и ЕС провалилась. Нынешней зимой в Европе, несмотря на холодную погоду, даже не вспоминают о проблемах с отоплением. У европейцев среднегодовая температура там даже зимой минус 2, минус 5, не опускается до минус 30. А Россия находится, две трети России находится на севере. И там морозы достигают в некоторых регионах там и 30, и 40, и 50 градусов. Поэтому говорить такое в отношении европейцев, это первый момент. Второй момент. Европейцы на самом деле это самый богатый рынок был. То есть европейцы купят себе там дровишек, мазута, электрики и так далее. У них деньги есть. У них работающая, реально работающая экономика, и у них есть деньги. Они всегда это могут купить. Поэтому деревья в парках останутся целыми. Пусть он не волнуется за деревья в парке у европейцев. Пусть он волнуется за тех бабушек, которые берут кредит для того, чтобы купить уголь и дрова. На середину зимы газовые хранилища в ЕС заполнены на 80%. Хотя среднее значение за последние 10 лет для этого времени года составляло менее 75. Да и стоит газ в Европе втрое дешевле, чем перед началом войны. А в России излишек газа. Кремль не знает, куда его девать, просто сжигает. Зато сотни тысяч человек лишились тепла, света и горячей воды в своих домах. Подъезды замерзли, разворованы батареи, люди на улицах жгут костры, чтобы согреться. Я вот скоро жду, что в России объявят генерала Мороза предателем. Поскольку в России были огромные надежды на генерала Мороза и говорили, вот придет Мороз, там и Украина замерзнет, и Европа замерзнет. И это, собственно, говорилось все время. Но, как показали реалии даже вот с начала 2024 года, ситуация абсолютным действительно бемерангом ударила по России по одной простой причине, что когда ваша экономика все больше переводится на военные рельсы, а Россия это делает и всегда проще автократиям перевести экономику на военные рельсы, чем демократиям, то по сути это означает, что вы забираете деньги из невоенной сферы в военность. Соответственно, подобные, скажем так, сектора экономики, как обеспечение коммунального хозяйства, они остаются недофинансированными, ибо деньги, которые должны были бы пойти на них, идут на военную сферу. Эксперты уверены, нынешнее морозное проклятие – это только начало большого коллапса. Коммунальная сфера в России во время войны будет только деградировать. Аварий будет больше, независимо от времени года. Ничего хорошего ни системе жизнеобеспечения городов, ни другим сферам, не связанным с войной, ждать не приходится.